Диета по группам крови Диета по группам крови largism Диета по группам крови Поэтому я понимаю, что такое правильное питание Я врач-диетолог Борис Скачко Помогу вам разобраться в этом вопросе Для начала давайте все-таки разберемся Что же такое группа крови Группа крови Это комбинация 4 белков Которые контролируют, чтобы в ваши кровеносные сосуды не попала чужая кровь В случае смешения с иногруппной кровью Очень вероятен гемолиз И, увы, смерть Именно поэтому раньше переливание крови, пока не знали группы крови, не приносило ожидаемого эффекта в большинстве случаев. Вы знаете, к системе правильного питания группа крови имеет примерно такое же отношение, как пятое колесо у телеги к полету в космос. Конечно, это разные стадии технического прогресса, но уж настолько разные. Конечно, вы знаете, и телегу можно в космос запустить со временем. Очень дорогое это удовольствие, и смысла я в этом особого не вижу, кроме как пиара. Поэтому питание по группам крови, оно в принципе, как полет телеги в космос, оно прошуршит, какую-то часть людей этим позанимается, и оно уйдет. Почему? Потому что оно не имеет отношения к питанию. Более значительные отношения имеют другие 20 белковых систем, которые находятся в кровеносном русле. И которые призваны для того, чтобы контролировать, не пустить клетки, пестициды, гербициды, аллергены, другие токсические вещества. То есть они берегут вашу клетку. Дело в том, что этими системами, исследованием, каждый из них занимается всего несколько исследователей во всем мире. То есть они известны только узкому кругу специалистов, и рассказать, что вот именно с этой системой связано вот это, с этой другое, очень сложно, потому что вы этого не знаете. А группы крови знают все. Поэтому я думаю, что не стоит заморачиваться со своим здоровьем и акцентировать внимание на группах крови. Тем более, что если питаться по группам крови, нужно забыть такую науку, как генетика. Что если семейная пара будет у мужа и жены, будет первая и четвертая группа крови, то ни одного общего ребенка у них с этой группой крови не будет. Все совместные дети будут иметь либо вторую, либо третью группу крови. Увы, но это так. Так, если признать, что первая группа крови это хищник, а вторая группа крови это вегетарианец, то по природе получается, что лев родит овцу. Но если вы такой случай услышите, узнаете, сообщите мне, я буду очень рад посмотреть, поинтересоваться этой ситуацией. Но я еще такого не слышал. А группы крови, ну это регламентируют. То есть если так питаться, то генетика должна быть просто забыта. Вы знаете, кто самый главный регулятор в вашем организме, который диктует вам пищевые пристрастия? Это ваш гипоталамус, который должен правильно накормить ваш мозг. Мозг потребляет 20% крови и очень зависим от того, чтобы в крови были все полезные вещества. И как только уровень какого-то компонента снижается, ваш гипоталамус дает команду и вы вспоминаете про свои любимые продукты питания. Именно эта ситуация выбирает. Вот этот продукт питания вы любите, а этот не очень. Потому что в любимом продукте питания больше тех веществ специфических, которые нужны именно вашему мозгу. Поэтому вы и любите эти продукты питания. Правда, частично коррекция идет не группами крови, а совершенно иной системой, системой пищеварения. Потому что когда вы любимый продукт питания вкладываете в пищеварительную систему, если есть проблемы в полости рта, есть какой-то ниже гастрит, гастрододенит, панкреатит, дискинезии желчного, желчекаменная болезнь, то есть система пищеварения нарушена. То любимый продукт питания в пищеварительной системе переваривается неполноценно. Какие-то компоненты бродят, какие-то гниют и полноценно в кровь не попадают. И вот здесь вот очень важный момент в системе правильного питания. Пищеварительная система должна работать хорошо. Поэтому это не относится опять-таки к группам крови, это относится к юрисдикции врача-гастроэнтеролога или врача-физотерапевта, который может наладить эту систему, улучшить работу вашей пищеварительной системы. И тогда любимые ваши продукты еще и начнут полноценно усваиваться. Есть еще один регулятор в этом процессе. Цензор. Он очищает кровь от того, что попало нежелательного с продуктами питания. От продуктов неения, продуктов брожения. И пытается не пустить их к мозгу. Это работа печени. Печень, главный фильтр вашего организма, очищает кровь от всей этой химии, от токсических веществ. И пытается наполнить ее полезными веществами, свойственными только вам. Нужными только вам. Если печень работает хорошо, мозг работает хорошо. Если работа печени нарушена, там какое-то есть явление хронического гепатита, есть жировой гепатоз, театогепатит. А первая стадия это желчекаменная болезнь, дискинезия желчного пузыря. Не будет печень, работает эффективно. И не будет полноценно снабжать ваш мозг нужными компонентами. Поэтому вот на этом уровне и лежит правильное питание. То есть когда вы наладили работу пищеварительной системы и печени. Продукты питания перевариваются полноценно. Ваш мозг получает полноценное питание. А заодно и все клетки получают хорошее питание. Вы находитесь в зоне здоровья. Если вы эту систему не обеспечили полноценно, пища не усваивается так как необходимо, клетки не получают полезные питательные вещества, вы попадаете в зону нездоровья, в зону болезни. Если вы хотите выйти из болезни и попасть в зону здоровья, контакты вы видите, обращайтесь, мы наладим вашу пищеварительную систему, печень и обеспечим ваш мозг и заодно каждую клетку вашего организма теми полезными питательными веществами, которые находятся в привычных вам продуктах питания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!